Секреты увеличения урожайности овощей в условиях ограниченного пространства Приветствую всех любителей огородничества и сельского хозяйства. Сегодня вас ждет увлекательное погружение в мир секретов увеличения урожайности овощей в условиях ограниченного пространства. Мы расскажем вам об успешных методах вертикального огородничества, идеях компактного органического удобрения, эффективных способах биологической защиты, техниках мульчирования и системах автоматизации полива. Посмотрите видео до конца, чтобы узнать все секреты повышения урожайности ваших овощей. И не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк, ведь только здесь вы найдете такое полезное и интересное содержание. Приятного просмотра. Успешные методы вертикального огородничества для овощей Современные методы огородничества позволяют получать обильные урожаи овощей даже в условиях ограниченного пространства. Один из таких методов – вертикальное огородничество, которое активно используется для выращивания овощей. Этот подход позволяет эффективно использовать вертикальное пространство, размещая растения на специальных модулях или конструкциях. Такой подход особенно актуален для тех, у кого нет возможности выделить большую площадь под огород. Важным элементом успешного вертикального огородничества является правильный выбор растений. Для вертикального выращивания овощей подойдут такие виды, как помидоры, огурцы, баклажаны, зелень и клубничные кусты. Они обладают компактной формой роста и хорошо адаптируются к вертикальным условиям. При этом важно учитывать особенности каждого вида овощей и обеспечить им необходимые условия для полноценного роста и развития. Одним из преимуществ вертикального огородничества является возможность контролировать уровень влажности и питательность почвы, а также облегченный доступ к растениям для ухода и сбора урожая. Это способствует повышению урожайности и качества овощей. Благодаря вертикальному огородничеству даже владельцы небольших участков могут наслаждаться свежими и вкусными овощами, выращенными своими силами. Идеи компактного органического удобрения в домашних условиях Выращивание здоровых и обильных урожаев овощей в домашних условиях часто требует правильного удобрения почвы. Одним из популярных вариантов является использование компактного органического удобрения. Например, перегноем – одним из самых популярных и понятных видов удобрений, который можно легко приготовить дома из пищевых остатков. Для приготовления компоста не требуется особого оборудования и стоит это дешевле, чем покупка готового органического удобрения. Важно помнить, что компостирование позволяет не только улучшить плодородие почвы, но также снизить количество отходов, пользуясь принципами переработки. Компостный ящик можно установить даже на небольшом балконе или в уголке сада. Для того, чтобы компостирование происходило быстрее и эффективнее, следует соблюдать пропорции различных компонентов, таких как зеленые и коричневые отходы, влажность и верный кислотно-щелочной баланс. Не стоит добавлять в компост животные отходы, крупные ветви и большие количество жирных продуктов. Кроме того, регулярное перекидывание содержимого компостного ящика способствует более быстрому процессу разложения. Использование органического удобрения не только позволяет улучшить почву и получить более здоровые растения, но и сделать свою деятельность более экологически чистой. Благодаря компактному органическому удобрению в домашних условиях вы можете успешно выращивать урожай овощей, сохраняя природные ресурсы и заботясь о окружающей среде. Эффективные способы биологической защиты от вредителей Существует множество эффективных способов биологической защиты от вредителей в саду или огороде. Один из таких способов – привлечение полезных насекомых, таких как маслянки, муравьиных львов, божьи коровки и наездники, которые способны уничтожать вредителей. Интересный факт – муравьиных львов отличает специфическое поведение – они охотятся за тлями, зарывая свои жертвы в песок и устраивая подкапывания для сохранения пленных. Другим способом биологической защиты является использование растений-отпугивателей, которые излучают специфические ароматы, отпугивающие вредителей. Например, чеснок, лук, базилик, мята и ромашка – отличные растения, способные привлечь полезных насекомых и отпугнуть вредителей. Еще одним методом защиты является применение биологических препаратов на основе бактерий, вирусов или грибков, которые способны эффективно уничтожать вредных насекомых, не нанося вреда окружающей среде. Интересный факт – некоторые бактерии, например, басилу стерингензис, являются врагами гусениц и бабочек, что делает их отличным средством для защиты растений от пагубных насекомых. Биологическая защита не только помогает уменьшить использование химических препаратов, но также способствует сохранению экологического баланса в природной среде. Сочетание различных методов биологической защиты позволяет минимизировать воздействие вредителей на урожай, что в итоге способствует более здоровому и устойчивому растению. Техники мульчирования для увеличения урожайности Одной из эффективных техник для увеличения урожайности является мульчирование. Мульча защищает почву от пересыхания, удерживая влагу и предотвращая ее испарение. Кроме того, мульча помогает подавлять сорняки, что улучшает условия для роста растений и улучшает плодоношение. Мульчирование также способствует сокращению времени, затрачиваемого на полив и прополку, что повышает эффективность работы в саду или огороде. Одним из интересных фактов о мульчировании является то, что оно помогает сохранить структуру почвы и защищает ее от перегрева или переохлаждения в жаркое или холодное время. Благодаря мульче урожай становится более устойчивым к экстремальным условиям, таким как засуха или заморозки. Кроме того, мульча придает грядке аккуратный и ухоженный вид, что также играет не последнюю роль в успешном выращивании овощей и фруктов. При выборе видов мульчи важно учитывать особенности культур и климата. Например, органическая мульча, такая как солома, сено или компост, подходит для удобрения почвы и предотвращения ее вымывания. В то же время, минеральная мульча, такая как черный полиэтилен или гравий, хорошо защищает почву от сорняков и нежелательных организмов. Комбинирование различных видов мульчи может привести к оптимальным результатам в увеличении урожайности и сохранении плодородия почвы. Система автоматизации полива и контроля за урожаем. Одним из ключевых элементов современного садоводства и огородничества являются системы автоматизации полива и контроля за урожаем. Автоматизированные системы полива позволяют оптимизировать расход воды, обеспечивая растение точно необходимым количеством жидкости в нужные моменты. Такие системы оснащены датчиками влажности почвы, которые отшлеживают уровень влаги и регулируют полив соответственно. Это повышает эффективность полива и снижает риск пересушки или переувлажнения растений. Контроль за урожаем с помощью автоматизированных систем позволяет садоводам и огородникам в реальном времени отслеживать развитие растений, предсказывать сроки сбора урожая и принимать своевременные меры по уходу за культурами. Системы мониторинга могут включать в себя датчики температуры, влажности воздуха, уровни освещенности, а также другие параметры, влияющие на рост растений. Благодаря такой технологии садоводы могут предсказать возможные проблемы в развитии растений и оперативно реагировать. Современные системы автоматизации полива и контроля за урожаем обладают широкими возможностями интеграции с мобильными приложениями. Это позволяет садоводам контролировать условия выращивания растений дистанционно, настроить графики полива и мониторинга, а также получать уведомления о важных событиях в саду или огороде. Такой подход существенно упрощает уход за растениями, делая его более удобным и эффективным. Все это в совокупности позволяет значительно повысить урожайность и качество выращенных овощей и фруктов. Секреты увеличения урожайности овощей в условиях ограниченного пространства Спасибо, что посмотрели это видео. Теперь у вас есть все знания, чтобы увеличить урожайность своих овощей в условиях ограниченного пространства. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте смотреть наш канал, чтобы узнать еще больше полезных советов и секретов для успешного огородничества. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк этому видео, чтобы не пропустить новые выпуски. Вам точно будет интересно, встретимся в следующем видео.